Встреча с грузовиком, который в результате столкновения перегородил В результате аварии рулевого пассата в критическом состоянии доставили в областную больницу. Несмотря на все усилия медиков, мужчина скончался. Пассажиры на марке получил черепно-мозговую травму. Водитель-дальнобойщик не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. В Арктику из Архангельска ушло первое в этом году судно Андрей Осипов в пункт назначения остров Грэмбелла Архипелага Земля Франции Осипа. На борту теплохода многотонная техника специалисты, на которых возложена важная миссия – уборка арктических территорий, рассказывает Вадим Федосеев. 132 метра в длину и грузоподъемностью более 7000 тонн. Судно усиленного ледового класса Андрей Осипов – одно из немногих, которое способно через толщу льда подойти к острову Грэмбелл. Раньше на нем располагался засекреченный аэродром. После того, как остров покинули военные, там осталось много старой техники, ветхих зданий, бочек с горюче-смазочными материалами. Чтобы все это убрать – на борту судна Андрей Осипов, экипаж, рабочие, жилые модули и десятки единиц спецтехники. Путь до острова предстоит нелегкий, займет около недели. Наметили пробежать вдоль новой земли острова, поскольку там чистая вода, судя по ледовому прогнозу. И где-то до Меридиана 60 градусов. Там лед будет более-менее разряженный. Мы уже будем подниматься в сторону, в направлении земли Франца Иосифа. Были проверены все механизмы, которые должны будут эксплуатироваться в тяжелых зимних условиях. Хотя сейчас уже весна, но там будет минусовая температура до минус 20 мы ожидаем. И будем работать во льду, где будет свыше одного метра. Пароход устойчиво ходит, скорость у него нормальная. Грэмбелл уже очищали от мусора в 2013 и 2015 годах. И тогда удалось предотвратить экологическую катастрофу. Эрозия береговой линии могла привести к попаданию топливных отходов в воды Баренцева моря. Участники экспедиции 2017 будут убирать грунт, загрязненный нефтепродуктами, бочкотару, остатки старых строений, древесину. После весь собранный мусор погрузят на судно и вывезут в Архангельск для утилизации. Сейчас только начало сезона. В знаковые события отправляется первое судно, которое везет технику, оборудование. В середине сезона будут отправлены и бойцы студенческого строительного отряда. С острова Грэмбелл общими усилиями рабочих и волонтеров планируется вывести 7 тысяч тонн мусора. Одна из задач, которую будем решать в этот год, является проведение геоэкологического обследования территории Архипелага Земля Франции Иосифа, который позволит нам ответить на поставленный вопрос, сколько еще времени потребуется на проведение работы в целом. Также в этом году приберут еще три территории Архипелага Земля Франции Иосифа. Это острова Гукера, Хейса и остров Земли Александры. Буквально час назад областной суд вынес приговор так называемой банде мастера. Следствием установлено, что в течение двух лет в составе группы Андрей Соколов, Ян Полугару, Павел Шканов, Максим Шагин и Егор Сивков совершили пять разбойных нападений, грабеж и два вымогательства. Всем назначено наказание в виде лишения свободы на сроке от 9 до 13 лет, а лидеру банда Соколова 15 лет колонии строгого режима. К другим темам в столице Поморья состоялись решающие интеллектуальные баталии третьей гуманитарной олимпиады наследники Ломоносова. Напомним, ее победители получают путевку в телепроект «Умницы и умницы» и шанс поступить без экзаменов в МГИМО. В этом году в финал вышли девять юных эрудитов из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коряжмы, Приморского, Холмогорского и Пинежского районов. Еще 18 ребят показали свои знания в роли теоретиков. Общей темой стало творчество Аркадия Гайдара. По итогам первой игры «Покорять Москву» поедет Артур Ширяев из Северодвинска. Наверное, была одна из самых неожиданных игр. То есть и красная дорожка проиграла, и я на желтой дорожке проиграл. И в конце концов зеленая игрушка оказалась проигрышной. И поэтому, конечно, для меня было приятно, но удивлением, когда Игорь Анатольевич Орлов сказал, что именно я прохожу дальше. Ну, значит, это ответственность. Надо готовиться, и я буду готовиться к следующему туру. Победителями второй и третьей игры финала стали Мария Магунова из Архангельска и учащейся Луковецкой средней школы Константин Федорушков. Компанию им составит Дарья Попова из Мирного, набравшая больше всех баллов в качестве теоретика. А также Юлия Стрельцова из Коряжма. Еще один волшебный билет достался именно ей. Новый проект «Бережливая медицина» должен значительно сократить время нахождения пациента в поликлинике. Сейчас в среднем оно составляет около 40 минут. «Бережливая медицина» позволит сократить это время вдвое. В качестве пилотных лечебных учреждений выбраны три поликлиники Архангельска и первая в горбольнице областной столицы. Стоит отметить, что проект «Бережливая медицина» уже более полугода успешно реализуется в Ярославле. Проект «Управдом» добрался до цыглами. Не проблем в сфере ЖКХ в этом поселке. Целый ассортимент ветхое жилье, несанкционированные свалки, недобросовестные управляющие компании. Ирина Ившина продолжит. Областные парламентарии посетили поселок вместе с представителями надзорных органов. В их числе прокуратура и государственная жилищная инспекция. Наша цель – научить собственников многоквартирных домов почувствовать, что они в доме хозяева, как говорится, и чтобы они правильно и грамотно умели спрашивать управляющие компании те договорные обязательства их и как правильно контролировать их знали. Жилец – он наниматель. Управляющая компания – это кто? Это, в общем-то, подрядчик на сегодня. И на сегодня выбор управляющих компаний в руках жильцов. И нужно обязательно заставлять подрядчиков или управляющей компанией, или ТЖК, или КИЗОП, или другие формы собственности выполнять те обязательства, по которым заключен договор. На встречу с парламентариями пришли десятки жителей поселка. И практически каждый жаловался на низкое качество получаемых ими коммунальных услуг. Качество услуг, которые получают наши жители, они все-таки не являются надлежащими тем, которые люди оплачивают. То есть, ну, цена не соответствует качеству. Поэтому, я думаю, мы хоть чем-то мы как-то подстегнем, будь то управляющей компанией, или все-таки главу того же муниципального образования, для того, чтобы действительно он все-таки отвечал, постоянно был в курсе дела, и все-таки заставить работать больше, лучше. Подобные консультации в рамках выездного проекта «Управдом» уже получили жители Северного, Октябрьского и Ломонозовского округов Архангельска, на очереди муниципальные районы области. Ирина Евшина, Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. В Архангельске впервые прошел фестиваль «Юный прыгун». Его организовала детско-юношеская спортивная школа имени Павла Усова. В фестивале приняли участие более ста мальчишек и девчонок, а также некоторые из родителей. У нас ведь очень много на начальной подготовке новичков ребят. И хотелось, чтобы каждый ребенок выступил на каком-то соревновании. И вот придумали фестиваль, потому что возрастная категория разная, и к соревнованиям тоже не все подходят ребята. А здесь есть возможность поучаствовать и показать свои, как бы вот уже, чему они научились. Ребята, которые делают свои первые шаги и прыжки на акробатической дорожке и батуте, должны были выполнить несложные упражнения. Каждого участника оценивали судьи. Лучших по итогам двух дней фестиваля наградили памятными призами. Итоговая информационная картина понедельника, 15 мая, в 19.20 на телеканале ТВ-Центр в программе «Автограф дня». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok